приветствую вас друзья давно на канале у нас не было необычных позиций в этом видео мы рассмотрим одну из таких она необычная вдвойне у него много особенностей начнем с начала карта у нас провинция играем мы за команду которая появляется на левой горе база у нас внизу позиция находится на спуске если ехать прямо по нашей стороне по направлению к вражеской базе спустившись по дорожке вниз возле камня возле скалы на спуске нас ждет кустик который находится напротив подъема где враги заезжают на нашу сторону позицию найти очень просто она удобная на ней можно светить просто стоя в кусту и не стреляя можно подсвечивать врагов которые поднимаются на нашу сторону можно им пострелять по спинам когда они уже будут от нас уезжать и если чуть-чуть вывалится из куста и выглядят из-за скалы можно посветить вражеский балкончик на той стороне и на правой горе враги очень часто возле своей баски стоят кемперят из кустиков после выстрела не очень часто светятся так вот чем же эта позиция необычная во первых она очень эффективная прикольная на ней можно очень много набить циферок в отметку и с уроном здесь все хорошо и светить здесь тоже можно очень много это одна из новых позиций которые я начал использовать она мне очень сильно помогла когда я брал три отметки на тайп 64 заказали у меня три отметки на этом танчике замечательная прикольная лт 6 уровня китайская премиумная три отметки я на ней взял но не все было так радужно и хорошо поначалу я на ней играл чисто на урон урон был высокий в n8 тоже все было замечательно но я дошел до 90 процентов и дальше отметка не двигалась я понял что нужно мне повысить скилл лт вода посмотрел 10 часовой стрим нидина для этого позаимствовал у него огромное количество позиций новых для лт которые я не использовал я бы не сказал бы что я не знал но я на лт очень редко играю поэтому мне нужно было по крайней мере освежить разъезды перекатки и позиции для лт и за 10 часов стримая нидина я это сделал я запомнил позиции который там увидел начал их использовать и с легкостью взял три отметки на тайп 64 и к слову я перестал на нем играть чисто на урон я поставил место улучшенного прицела просветленку еще был стабилизатор и досылатель и с этим набором я с легкостью взял три отметки начал играть не только на урон но и светить врагов в этом мне помогли позиции которые я начал использовать и различные начальные там всякие перекатки для начальных подсветов и вот одна из таких позиций которые начал использовать это вот на провинции этот замечательный куст возле камня очень хорошо эта позиция мне забустила отметку играть ее легко просто но я думаю на ней можно легко слиться если не вовремя стрельнуть стоять цвету как истукан то враги с легкостью вас постреляют убьют большие широкие танки здесь еле-еле помещаются за камень и не факт что вы влезете и вас могут тут просто слить это будет обидно поэтому позиция хоть и классная но пользоваться ей нужно тоже с умом иногда эта позиция использовалась против меня я догадывался где она в принципе находится и когда против меня враги использовали эту позицию играть было очень тяжело и практически невозможно было затащить катку поэтому в принципе можно было бы подумать своей головой вспомнить это и найти эту позицию самому но хорошо что есть стримеры хорошо играющие у которых можно все посмотреть и уже обладая информацией целенаправленно ехать туда куда надо они что-то там догадываться не нужно изобретать велосипед если все уже готово и понятно карта провинции у нас играется до 7 левела включительно недавно играл на т29 это же поехал на эту позицию играть от башни от борта у меня получилось очень много насветить на стрелять очень сильно в этом бою на этой позиции на т29 я тоже поднял себе отметочку эту позицию можно грамотно использовать на многих танках не только на лт нужно понимать что мы на этой позиции сможем сделать на своем танке но опять же нужна какая-то скорость чтобы сюда успеть доехать либо маскировка чтобы стоять и не светиться либо броня в борту чтобы от камня танковать с нижней базы если используешь эту позицию врагам просто настолько душно в бою они не подняться нормально не могут они постоянно светятся если поднимаются они получают по жопам от союзников которые поехали на ту сторону на вражескую гору они от вас еще могут получать и на подъеме и по жопе смотря на каком вы танки играйте в общем эта позиция контрит вражескую команду так жестко что я даже не представляю как им выигрывать должно очень сильно повезти помню когда начинал играть карта провинция была для меня таким вот тренажером изучения позиций любил на этой карте экспериментировать под каким камешком с кустом легче всего тащить бой и это было прикольно когда я был абсолютно зеленым новичком в игре но вот по сути прошло много лет карта абсолютно полностью изменилась но я по-прежнему стою в кустике под камешком суть карты не изменилась проведя в игре огромное количество боев я по-прежнему в ней могу найти что-то новенькое интересное как это замечательная позиция с которой можно очень жестко нагнуть поэтому делюсь с вами этой позиции используйте ее с умом надеюсь она вам поможет понабивать отметочки и кайфануть от этой карты а не говорит что она помойная с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока до сих пор Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...